Мы строили, строили и, наконец, построили. Ура! Главный долгострой современного российского автопрома, рестайлинговая Лада Веста, наконец добрался до российских дилеров. Правда, рыночный дебют выходит скомканным. Напомним, что презентация новинки прошла 22 февраля, а весной заводчане рассчитывали провести журналистский тест похорошевшего флагмана. Но затем случилось то, что случилось, и первая партия собранных машин оказалась на данный момент единственной. Эти 800 экземпляров, прежде стоявших на заводском складе, теперь будут равномерно распределены по дилерской сети марки Лада, которая состоит из трёх сотен шоурумов. То есть каждому дилеру достанутся буквально 2-3 экземпляра. Почти все выпущенные машины в средней комплектации Comfort. Зато покупатель сможет выбрать разновидность кузова, седан, универсал либо кросс-версии, и силовой агрегат, включая санкционное сочетание атмосферника Renault и вариатора Jatka. У дилеров даже появились рекомендованные цены, от которых, правда, АвтоВАЗ пока открещивается. Если им верить, то улучшенная Веста с базовым мотором будет стоить 1 миллион 630 тысяч рублей. То есть доплата за рестайлинг почти 450 тысяч. Но, повторимся, официальная цена ещё не названа, и всё может измениться в любую сторону. Очевидно, что заявочный тираж рестайлинговых автомобилей молниеносно найдёт своих хозяев. Притом топовые комплектации, главная примета которых — огромный планшет медиасистемы, ВАЗовский менеджмент оставит себе для корпоративных нужд. Впрочем, по информации сообщества Автоград Ньюс в сети ВК, в этом году на заводе «Лады Ижевск» будет собрана и вторая партия. Имеющихся компонентов должно хватить, чтобы сделать ещё 240 седанов и универсалов. Что касается полноценного серийного выпуска, то новый президент АвтоВАЗа Максим Соколов открыто заявил, что это случится не раньше 2023 года. Притом модель, скорее всего, существенно упростят. С другой стороны, столичный завод «Микрон» уверяет, что готов вывести российский автопром из кризиса. Для этого предприятие наладило выпуск 32 типов микросхем, включая как массовые, так и адаптированные под требования конкретных автопроизводителей. Это детали, готовые к применению в бортовой электронике и системах управления двигателем, водительских ассистентах и осветительных приборах. Впереди постановка на производство ещё 40 разновидностей чипов. Предполагается, что электронные компоненты зеленоградского производства успешно заменят продукцию заграничных концернов, покинувших российский рынок.